Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Саратовской области Андрей Остапович провел встречу с жителями Балакова. Обращались граждане по самым разным вопросам. Один из них касался снятия судимости. По словам представителей полиции, такая практика не редкость. Один из пришедших, который хочет в органы, это лицо ранее судимого. Лицо ранее судимого, в отношении которого установлен административный надзор. И приятно то, что он пришел и у него нарушений нет, он спрашивает, как юридически снять с себя эти ограничения. Кому-то не обращался, но не к сотрудникам, я имею в виду, а к своим посидельцам, таким же ранее судимым. Говорит, это вечно, тебе клеймо. Хотя ему объяснили, можно обратиться в суд с административным исковым заявлением. И суд рассмотрит с учетом всех его доводов и может даже снизить административный надзор и убрать какие-то определенные ограничения. Также были и вопросы, связанные с жалобами балаковцев в социальных сетях. В одном из таких обращений обозначена проблема реагирования сотрудников полиции на принятый вызов. Бывает, что до балаковской полиции не дозвониться, а порой сотрудники прибывают слишком поздно, через несколько часов после сообщения о правонарушении, а то и на следующий день. Андрей Астапович также прокомментировал данную проблему. Ну, реагирует, будем разбираться в части, когда поступил звонок, где были силы средств, кто поставил задачу, как поставил задачу и так далее. Ну, это уже и каждый индивидуальный и так далее. Но я вам хочу сказать, что на территории области более 30-40% раскрывается преступление по горячим следам. По горячим следам это говорит о том, что в течение трех часов уже были установлены лица, совершившие преступления, задержанные и так далее. В настоящий момент, в соответствии с федеральным законом о полиции, там написано четко и конкретно, органы, сотрудники должны реагировать незамедлительно на все сообщения и заявления граждан, поступившие, содержащие признаки как уголовно указуемое деяние, ну, пока не знаем право нарушения или иные. То есть мы должны пребывать в кратчайшие сроки, быстро, оперативно, четко и оказывать людям посильную помощь. Наряды определены так, что равномерно как в дневное, так и в вечернее время. Но в основном все наряды патрульно-постовой службы и не службы в ночное и вечернее время. Таких фактов, чтобы имели быть место там, большой промежуток времени не было, не пребывали, ну, такого нет. По крайней мере, такие жалобы не поступают. Поговорили с региональным заместителем начальника полиции и о создании в нашем городе народной дружины. Силами волонтеров можно решать многие острые вопросы нарушения спокойствия в городе, в том числе и осуществлять контроль за питейными заведениями, которые расположены непосредственно в многоквартирных домах. Заведение заведению рознь, да, мы должны с вами понимать, если нормальное культурное заведение, где соответственный контроль прохождения туда, да, там костюм, не джинсы и так далее, это одно заведение. Если вы имеете в виду те мини какие-то заведения, где можно прийти выпить кружку пива и не одну и две, то туда уже, соответственно, и контингент будет заходить соответствующий. И здесь мы должны понимать, осознавать о том, что разрешение лицензии на реализацию наделены органами местного самоуправления, которые разрешают, да, объекты. Как таково согласительной комиссии стороны органов внутренних дел, там нет контроля какой-то должен быть, да, то есть это контроль общественный, например, да, там, если расположено в этом доме, то дом жильцы, которые живут, они правят посмотреть, и таких случаев, кстати, много, и люди многие обращаются и так далее, потому что понимают, осознают, потому что проблема есть, это первые этажи скупают, на первых этажах делают, да, а люди на втором, там, на третьем живут, и они не должны страдать. Здесь формы и методы, я думаю, первая должна быть профилактика. Профилактика с собственником, кто открыл это и так далее, разъяснить весь этот порядок, и органы местного самоуправления должны определить и временной режим, да, понимая, осознавая, да, сказать, вот, мы занимаемся до 21, все и достаточно, да, примерно там. Второе, это правоохранительные органы, то есть, если имеют быть место, то мы должны приблизить посты и наряды к ППС и других наружных служб, в том числе участковых, которые там с периодичностью заходить и смотреть, что там творится, не только в самом кафе, но и на прилегающей территории, да. Такие встречи с гражданами дают положительные результаты и помогают решать вопросы на местах, считает Андрей Стопович. По всем обращениям балаковцев будет проведена тщательная работа, по итогу которой будет получена обратная связь.